В прошлом году в ходе контроля надзорных мероприятий в Почепском районе инспектором управления Росельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в Алуецком сельском поселении на земле сельхозназначения была обнаружена несанкционированная свалка. Надзорный орган местной администрации вынес предупреждение. Прошел ровно год, свалка заметно уменьшилась. Результат есть. Как видите, собственно говоря, большая часть каготированных здесь отходов уже убрана и непосредственно на соседнем поле разбросана для качества удобрения. На текущий момент у нас налажен тесный контакт непосредственно с заведующим фермой Буевым Виктором Петровичем. И, естественно, он обещал преть, не допускать такого, чтобы практически непосредственно на землях поселения... По словам главы сельского поселения, это свалка из смеси отходов фермы, щебня, пылиэтиленовой пленки и старых автомобильных шин на площади в 30 соток возникла по причине бесхозности земли. Отходы от ферм КРС вывозятся не на свои поля, а именно на поля, то ли они в фон перераспределения, или неучтенные земли, стараются они складировать, значит, не на своих территориях. Сегодня ситуация на этом участке в Илуецком поселении в корне изменилась. Землю приобрел молодой фермер, который ее уже полностью очистил и подготовил к весенней посевной. Тем более, что ни химические, ни санитарно-паразитологические исследования, проведенные в ФГБУ Брянской МВЛ, отклонений от нормы в пробах этой почвы не выявили. Действия фермерского хозяйства могут послужить хорошим примером для других землепользователей. К сожалению, таких примеров у нас в Регоне не так уж много. Например, в ушедшем году управлением было выявлено 87 свалок на землях сельхозназначения. Площадь загрязнения составила более 26 гектаров. И лидировали, если так можно сказать, в этом Погарский, Почевский и Дубровский районы. Образцы почвозагрязненных земель сельхозназначения исследовались в референтном центре Россельхознадзора. Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории изучали образцы на агрохимические и химико-токсикологические показатели. В результате в сотне проб установлено снижение показателей почвенного плодородия, обмена вакалия и органического вещества более чем на 90%. Изменение показателей кислотности почвы на 65%. В 44 пробах, отобранных земель сельхозназначения, загрязненных в ушедшем году, нами было выявлено несоответствие геническим нормативам по содержанию пестицидов, токсичных элементов, гельминтов и бензопирена. Так, превышение пестицидов составляло порядка 9 раз, бензопирена – 19 раз, цинка – 2,5 раза, нефтепродуктов – 12,5 раз. По оценке специалистов, почве был причинен вред в размере около 70 миллионов рублей. Органы местного самоуправления, а также граждане, своевременно не очистившие территорию, обязывались ликвидировать свалки в судебном порядке. Шесть исковых заявлений Управления Росельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в адрес сельских администраций о незаконном бездействии судом были удовлетворены. В ходе выполнения предписаний надзорного органа практически все свалки устранены, причиненный ущерб почве возмещен путем рекультивации нарушенных земель. Хочется предупредить землепользователей, что с 20 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в земельное законодательство. Например, за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почвы от негативного воздействия теперь суммы штрафа существенно выросли, и для граждан они составляют до 50 тысяч, для должностных лиц – до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей. Следует сказать, что нарушение земельного законодательства очень существенно может ударить по карману наших землепользователей.